И снова здравствуйте! Итак, мы продолжаем специальный мануальный массаж, изучаем мануальную терапию. И мы делали сейчас массаж спины, куда входят у нас зоны от головы до ягоди исключительно. Сначала, еще раз повторяю, сначала сделали общее разогревание, потом дошли до участных секторов. Разгиваем примерно сектора относительно от сердца. Это плечи и лопатки, средняя часть спины, поясница, ягодица, потом шея, череп, уши. И идем в последовательности от самой крайней зоны к сердцу. Все наши движения идут в сторону. С левой стороны. Соответственно, мы гнали все время кровь и лимфу вверх. Дальше наши движения идут вверх. Поэтому мы могли повысить человеку давление. Вот и черепное давление может подскочить. Поэтому завершаем мы со стороны головы в ту сторону. То есть ведем, во-первых, к сердцу, во-вторых, снимаем давление движением вниз. Вот сейчас это называется у нас номер, сет номер 4, завершающий. То есть фактически мы не шею делаем, да, а завершаем. Массаж спины возвращается обратно к спине. Потому что пока мы делали шею и голову, да, оно могло остыть. Нам надо человека отпустить, а у нас согревшимся. Вопрос, вот такой возникает, а что делать, если у человека повышено давление уже, да, то тогда в этом случае все наши движения уже будут идти, ну, снизу вверх, а в обратную сторону. То есть мы делаем, в принципе, все то же самое, да, мы настираем уже обратную сторону. Вот и весь секрет, собственно говоря. Итак, зачем мы закончили сет номер 3? Мы произведем точки. Просто быстро показываю, уже рассказывать про них в этом не буду. Смотрите предыдущий сет. Размяли, дополнительно декомпенсируя череп. Показывал. То есть, ну, все точки я показываю, да. Потом мы постановим кулачок за счет движения большого пальца, начальник, затыночную кость. За счет движения пальцев мы растягиваем в шею дополнительно. Под тужиной. Впишем в кости. Ну-ка, у нас сколько хватит. Длина у шеи все красная. Далее переворачиваем руки наоборот. И упираемся в упрямленные отростки. И растягиваем теперь чем-то обратную сторону. Большими же пальцами. Вот здесь их установили, да. Начинаем здесь пежелевидное движение. От головы, что у нас сердце. Во всем мышцам прошлись. По боковым. По вдольним, по задним. Дополнительно шестеренками. Уже глубокая поработка. Увалим все наши соки. Жидкости, кровь. Куда ближе к сердцу. Поставили руку. Ассист отростки шеи. Зажали между пальчиками. И прокатали. Как такой ролик. С этим движением мы начинаем обходить человека обратно. И выдавливаем позвонки. Возвращаемся в исходное положение. То есть наше тело стоит точкой дон-тянь. В центре нашей обрабатываемой зоны. Обрабатываемой зоной. Когда мы делали шею. Помню, в втором сете мы запускали ракеты. С-400. С-400. Вот. Теперь ракеты улетели. Нам надо их поставить назад. Прокладываем, соответственно, железную дорогу. Пошла вагонетка по ней груженная. До сюда дошла. Сбросила. Все инструменты. И назад ушла пустая. То есть опять давление для декомпрессии вверх делается сильнее. Назад просто как-то уходит. Ведем между остистыми отростками и параметибральными мышцами. Вот в этом. Двумя валиками находим ложбинку. И по ней отведем. Здесь у нас стрелка железнодорожная на кресце. Внизу на другую стрелочку. И опять с утяжелением кулачком я делаю. Прямо вот с этими остистыми косточками. Вмедряясь вот в это расстояние. Оттягиваю параметибральные мышцы в бок. Вторая рука для усиления. Полная вагонетка пошла. Разгрузилась. И пустая ушла. Дальше повезли по этим железнодорожью ракету. И вот ракета идет груженная. Острием локти. Прям даем вверх. Ставим ракету. И она пошла пустая. Неудобно этим локтам делать. Тут в принципе неважно. Нужно есть локтам сделать. Вот опять идет груженый. Ставим сюда. И назад и кудрая. Так же он идет между параметибральной мышцей. И ракетибральными мышцами. Между межцами. Да. И так же в этом месте, поскольку у вас вторая рука дополнительную тяжесть создаёт. Вы можете, там где почувствовали, можете человек и поднажать. Где надо. Теперь, нам надо это все, что мы сделали, стереть. Ну, то есть, скрыть следы преступления. Раскачиваем человека. Почва затряслась. Встраиваем легкое сотрясение. Вот это не мануальный переем. Это просто на растяжение. Растягиваем боковые мышцы плодиогонали. Широчайшие. И плечи. Это движение делается за счет того, что мы хватаемся опять не за мясо, а за кости. Либо ломите тазовую кость, либо бедренную. С этой стороны упираюсь в ребра. Немножко присели. И за счет того, что я поднимаюсь, нужно его. упирать в себе в таз. Вот теперь я дазовую больше времени. Потом подиагонали растянули его, подойдя в человека. Если ему... Если вам мешают лопатки, видите, мы немножко здесь сближаемся, да? Можете попасть в руки. Либо пошили, либо свесить вниз. Сейчас сдвинули. Подиагонали всем своим массой. Теперь стыщаем всю почву. Нам надо ее пропахать, чтобы не было никаких линзов. Начинаем с шеи, дополнительно разминая. Натягиваем на себя трапеции. И лапа леопарда снимает шкуру. Первый проход сделали вдоль паралитобральных мышц. Второй проход сделали чуть пошире. И третий проход сделали по бокам. Далее встряхнули. Засыпали землей наши шахты ракетные. И пошел град. Как я уже говорил, мы заканчиваем тем, что каждую зону, дополнительно ударно-волновая техника, да? Пробиваем, простукиваем. Ну, если вот, например, вот эта часть, мы обработали только одну левую сторону, да? То пробиваем сягодиц. По кресту мы будем стучать достаточно сильно. Промахиваемся по зонам, где почки. Где ребра жесткие, уже могут по себе стучать, по плечам стучать, по лопаткам стучать. Следующее постукивание. Их, в общем-то, очень много, разное есть. Вот я стучал сейчас жестко кулаком, да? Теперь кулачок расслабляем. И он, как бы, такой, получается, хлесткий. Теперь так же хлесткая рука, но мы пальчиками стучим, получается, как трещотка. С учет вибрации, ударной техники, они подникают гораздо глубже в организм. Импульсами он растрясается еще дополнительно. Далее шлепки похлопывания. Шлепками можно достаточно сильно бить. Это кажется, что человеку больно, но на самом деле он достаточно быстро к ним привыкает и потом даже еще благодарит, потому что идет очень сильный разогрев, мощный разогрев тела. И в тех проблемных местах, где у нас что-то, например, мы обнаружили, например, спазм тут, припятийные мышцы, которая пошла под лопатку, можно отдельно эти места, ну или здесь вот там простучать. Прямо достаточно сильно. Получается, как горчичник такой. Видите, покраснение пошло. Далее постуки у него у нас какие идут. Делаем вакуумную подушку, полностью зажимаем руку так, чтобы не было никаких щелей. Сразу слышу, как изменился звук. Потом пальчиковый дождь. Его можно начинать с головы. Хаотично, хаотично, хаотично пальчики бьют. Ну, и в завершение мы успокаиваем. Видите, я все вот эти техники теперь делаю наоборот. От головы вниз. Завершающие, успокаивающие. В общем, у нас прошел дождь. На нашей Паши мы скопали поле, да, вот это все. Пошел дождь, посадили зернышки, вот мы зернышки посадили там, да, и заколосилась травка. Заколосилась. Луга зеленая, никаких следов обоенных листьев не обнаружено. Со спутника будет незаметно. Успокоили человека, все, на этом массаж можно завершить, можно поднять. Если, ну, в завершение, вообще желательно, чтобы человек еще полежал под теплыми простынями хотя бы минут 5-10, да, чтобы он успокоился. Если у человека поднялось давление, он может вас дополнительно об этом попросить, тогда сажайте его на стол, повернуть на бок, к ним спиной. К ним спиной 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 спиной. Ножки подогнули. И садимся, я помогу на бок. Как раз помогает ему сесть и опускаем дополнительно кровь от висков вниз, достаточно сильно проживаем их и уводим вниз. по лицу, по скулам, вниз, по ушам вниз и ведем вот туда, в... где-ка соединяются кучицу, да. И... еребаная впасть, на пол, называется, да, вот сюда вот. Тут, соответственно, кожа нежности сюда не жмем, сюда просто так легкая вибрация, вот туда-вот туда. Здесь на висках промоешься все силы. И по спине вот так все увозим, увозим, успокаиваем человека, сняли ему давление. Ну, все, готов. Вкус. На этом, как бы, вот такой классический сеанс спины, массажа спины, да, заканчивается. Делается по времени, он по-разному. Это, соответственно, вот я долго рассказывал подробно, да, про каждый прием. Если их так вот подробно сделать, то примерно минут 45 это получается. Если клиент приходит, там, условно по времени, да, там на полчаса, на 20 минут, да, то, соответственно, какие-то приемы либо урезаются, да, поменьше делаются, либо вы просто более локально смотрите на ту часть дела проблемы. На лопатке, значит, только лопатке. Надо пояснить, значит, большую часть на поясницу, а остальные там забываем, на основную часть. Ну, все, дорогие друзья, переходите к нам на тренинг. С вами был Олег Аллаф Годвин. И лучше не смотрите видео, а приходите на натуре, на практике учиться. По видео все равно много нюансов уходит, не попадает, так что не всему там нужно научиться. Лучше здесь, в живом примере, да? Да. Правильно. Продолжение следует... Продолжение следует...